Носки армейские я взял, переодеваться на тельная посуда. Ничего лишнего, только самое необходимое. Еще с собой 13-летний Коля Лукьяненко взял старшего брата. Молодые казаки на военно-полевых сборах живут уже второй день. Условия спартанские, вещмешки, передвижная кухня. Спать приходится в таких палатках по 20 человек. Но что самое интересное, парням это только нравится. Молодые мое вечеринное место. Небольшое, правда, но когда ты целый день, тут очень сильная программа, ну, заполненная, и полигоны такого плана, ты просто не замечаешь эту тесноту, и удобно очень спать даже. Весь день расписан по минутам. Подъем, зарядка, обязательная для каждого казака молитва. Для этого на армейском полигоне специально развернули полевую церковь. Обычно в хуторе Молькин тренируются десантники, но на три дня они стали наставниками почти для тысячи казаков Екатеринодарского отдела. Под присмотром своих армейских коллег им показывают, как обращаться с оружием. Например, с автоматическим гранатометом. Расставляем барашки. Убираем погрешность, то есть выставляем все на нули. Здесь, здесь. И гранатомет считается выверенным, готовым к применению. Конечно, проводят стрельбы и устраивают полосы препятствий. Вперед, ускоряйся. Сложно, нет? Так. Да не очень. Зацепился только. Но казачьи учения не были бы таковыми без мастер-классов по верховой езде. Казачье седло предназначено для дальних походов, потому что оно мягкое. Раньше набивалось это седло конским волосом, пером набивалось. В этом седле можно до суток находиться. На десантный полигон специально привезли двух скакунов. Лошадь для казака даже не символ, а вся его жизнь. Конь всегда для казака был даже больше, чем другом. Он был частью себя. Казак и конь – это было всегда едино. Казак всегда своего коня воспитывал с самого рождения. И до самой смерти конь был всегда с казаком. Казачьи учения очень похожи на армейские. И это неудивительно. Всю свою историю казачества была связана с защитой Родины. Поэтому обращаться с оружием, быстро бегать и иметь хорошую выносливость – для них, можно сказать, дело чести. Сегодня на полигон приехал губернатор края Вениамин Кондратьев. Высоко оценил боевую подготовку казаков. После огневых точек зашел в палаточный лагерь. Условия, конечно, не гостиничные, но пройдя именно такую школу, молодые парни точно будут готовы ко всему. Кубанское казачье войско – единственное войско в России, которое уже 12-й год проводит военно-полевые сборы. Проводим и этим гордимся. Ребятам, казакам – это хорошее подспорье для подготовки службы в вооруженных силах нашей страны. Наши предки, казаки веками, с честью, с совестью, несли службу по охране России. Они служили верой и правдой своему Отечеству. Они составляли стержень, военный стержень и дух Великой Российской Армии. Они охраняли не только границы нашей страны, они охраняли и порядок внутри страны. Сегодня казачество снова заняло свое место в строю. Возвращает свою историческую миссию быть надежной военной опорой страны. Сегодня кубанские казаки уже проходят службу в пограничных частях, охраняя рубежи родины, как и их предки. В реестровом войске Краснодарского края находится 55 тысяч человек. Казак это всегда был прежде всего воин, а потом уже землепашец. И слова родина, патриотизм, отечество всегда во все времена было в душе, в сердце казака. Потому что казак всю жизнь служил России, своему отечеству. И вот эти слова, они передаются из поколения в поколение. Завтра у казаков заключительный день военно-полевых сборов. За трое суток они получат не только навыки выживания в походных условиях, но и познакомятся с такими узкими направлениями, как инженерно-саперная подготовка и снайперское дело.